Всем привет, господа, добрейший денечек, с вами Криптофейф и сегодня у нас обзор рынка криптовалют. Последние новости за 24 часа прогнозы по биткоину. Что касается рынка криптовалют, на данный момент видим все тоже в принципе неинтересно. Стояние рынка с точки зрения трейдинга, с точки зрения того, чтобы сделать прибыль. Криптовалютные активы практически стоят на месте, а некоторые даже еще и продолжают обновлять дно. Но пока что мы видим, что интересного ничего нету, кроме такой монетки, как, понятное дело, что БТТ, которая сейчас стреляет и продолжает стрелять. И докуда она дострельнет, пока что никто не знает. В частности, нужно отметить, что монета на данный момент в принципе имеет новости какие-никакие. Это запуск непосредственно десктоп-версии для Windows. И значит предпоследняя новость это то, что БТТ лестится на KUKOIN.com. Но что хочется отметить, то что БТТ торгуется в основном на Binance. Моя любимая биржа, ссылочка в описании. Но нужно отметить, что вообще, если так считать, то БТТ может даже и расти до 11 февраля. А что у нас 11 февраля? Это у нас непосредственно уже полный запуск монеты. И мы уже будем видеть, что 11 февраля будет аирдропы. То есть те, кто владеет троном, будут получать монеты БТТ. Что нужно отметить? Стоит ли холдить трон? Я считаю, что нет. Потому что на БТТ уже можно было несколько раз заработать. Или сейчас войти в короткие сделки. Конечно, отвечать нужно за это самому. Когда вы заходите в монетку, которая уже понятное дело, что на хаях. Если мы будем смотреть, где вы будете ее покупать. То вы будете покупать ее на самых высоких значениях сейчас. Что самое интересное, то что монете не дает отката. И практически она сейчас рвет и мечет. И покупка трона, ходл трона для того, чтобы получить БТТ. Она не имеет никакого подтекста. Никакого смысла в этом нет. То есть хотите сделать прибыль? Заходите в БТТ. Торгуйте со стопами. А не хотите делать прибыль? Пропустите мимо ушей. Да и все. Что касается биткоина. Все та же ситуация. Флет. Никаких резких движений. Уже ложных пробоев мы не видели с 2 февраля. До этого они были. 3550 долларов пробивался. У нас значит уровень не особо. Мы видим, что сейчас уже нету сил у покупателей, чтобы покупать биткоин. Чтобы пробивать этот уровень. Чтобы поднимать цену биткоина. Поэтому мы считаем, что действительно сейчас время у биткоина не очень снизилась волатильность. Практически биткоин даже не двигается ни на 1%, а даже ниже. То есть о чем говорить? Говорить нужно о том, что сейчас на биткоине не доводится зарабатывать. В особенности на топовой альте, которая уже в принципе по сигналам в моей випке отыграла. Что касается значит того, что следует у биткоина, я считаю, что флет. И здесь у нас будет, ну считаю, что импульс. А в идеале, конечно, импульс вниз. Почему? Потому что в англых позиций много. Топлива для того, чтобы пустить импульс вниз на 3200 предостаточно. Поэтому я не вижу здесь никаких противоречий, чтобы это сделать. Что касается значит исследования, то, что объемы торгов бирж криптовалют стремительно падают с начала года. И значит активность, наблюдаемая на торговых платформах с начала года, во многих случаях сравнима с показателями 2017 года. Кстати, объемы торгов в той же паре на американская биржа Coinbase составили около 1 миллиард долларов и вернулись к уровням мая 2017 года. Ну и, соответственно, биржа OKX опустила трехмесячный растущий тренд. Объемы торгов на ней упали ниже 4 миллиардов долларов после достижения пика около 5,5 миллиардов долларов. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас, конечно, наблюдается и будет наблюдаться снижение объемов. Потому что торговать не на чем. Есть ICO, да, которые там BitTorrent и прочие-прочие, которые выходят. Вроде как можно хайпануть, заработать. Та же криптовалюта BIM или GRIN, которые сейчас опустились и непонятно, что с ними будет. Потому что там тоже, опять-таки, недостаток финансирования. Вот BIM тоже неплохо хайпил. Вот BIM у нас, пожалуйста, конечно, рост до 14 долларов. Сейчас стоит 5 долларов монета. Что касается BIM, да, это GRIN. BIM у нас, ну, практически не шевелится. Молодильности нет. А стоит монета 1,5 доллара. Стоимость монеты максимальная была, ну, 3 доллара, да, 3 доллара. И после того, как монетка сейчас уже появилась здесь, торгуется. Мы видим, что, ну, монет 1,5 доллара стоит и пока что не шевелится. Поэтому я считаю, что здесь игры с такими криптовалютами, они очень опасны. То есть, вы можете, конечно, сюда зайти, попробовать. Но зачастую вы, конечно, потеряете свои деньги. Потому что BIM, GRIN, BTT, ну, BTT, понятно, это хайп, на котором можно было заработать в легкую. А вот BIM и GRIN, ну, честно говоря, монетки майнерские. Что с ними будет, как они себя будут дальше позиционировать, неизвестно. Кстати, количество твитов с вспоминанием биткоина снизилось до уровня 2014 года. Ну, и также один из аналитиков подчеркнул, что о биткоине вспоминают даже меньше, чем в 2016 году. Это, по его мнению, явно медвежий сигнал на среднесрочную перспективу. Но, как бы, медвежий сигнал на среднесрочную перспективу был еще тогда, когда биткоин в феврале упал до 6 тысяч долларов. Там не нужно было гадать. Единственное, что биткоин, в принципе, имел отскоки, и на этих отскоках можно было заработать. Понятное дело, что уже начинался с, значит, 17 декабря, то есть с пика биткоина, когда он достиг там 19 тысяч 500 долларов. Уже, понятное дело, что тогда уже начинался медвежий тренд, когда биткоин начал падать. Ну, медвежий тренд для биткоина, но не для альткоинов, потому что альткоины себя на рынке еще позиционировали в январе неплохо. И более того, в январе эфириум имел стоимость 1400 долларов почти. Что касается, значит, самого эфириума, да, дело в том, что кандидат в президенты Тулса, Габарт, держит эфириум и лайткоин. И здесь, я так понял, для налоговой декларации или что-то такое, здесь, значит, написано эфириум и, значит, написано лайткоин. Что касается, значит, эфириума и лайткоина, конечно, они покупались в декабре 2017 года, и пока что кандидат в президенты не хочет и не планирует их сливать, эти криптовалюты, в себе в убыток. Что касается JP Morgan, они рассматривают Бакт для того, чтобы получить доступ к криптовалютам и больше ознакомиться с ними. Бакт – это единственное место, где мы можем приблизиться к биткоину и криптопространству. Любые и все другие установки просто не соответствуют юридическому стандарту, который является приемлемым для нас риском. Бакт – это единственное место, которое проходит этот тест. Независимо от того, находимся ли мы там, как только откроется дверь или в течение нескольких месяцев останавливаемся на витрине. То есть это единственное, что мы рассматриваем с точки зрения средств клиентов, которые могут проникнуть в криптовалюты. Но что хочется отметить, то есть JP Morgan рассматривает Бакт как некий такой островок, который поможет уберечь их от потери средств и в итоге криптовалюта как сама по себе будет себя вести более-менее адекватно. То есть по сути JP Morgan рассматривает то, что Бакт, конечно, даст какую-никакую юридическую основу, привлечет новых людей, возможно институционалов, а институционалов должны прийти. И здесь они рассматривают Бакт как то, чтобы, в принципе, ознакомиться с криптовалютами поближе. То есть это такой некий инструмент, который им позволит это сделать. Кстати, по поводу Джона Макафи, биткоин был ран, так скажем, да, Макафи, значит, идет в президенты. Это уже не новость, хочу отметить. И Макафи сбежал с США из-за того, что не платил налоги в течение 10 лет фиатам. И сейчас он планирует выдвигаться в президенты в 2020 году. И его, конечно, лозунги, и один из них говорит о том, что все-таки криптовалюты, цифровая свобода, она будет биткоин прежде всего. Нужно напомнить, что Джон Макафи, конечно, на кон поставил свой орган, который он съест в прямом эфире, если биткоин не достигнет 1 миллиона долларов. Ну и в то же время Макафи говорит, что в 2019 году биткоин достигнет 170 тысяч долларов. Это случится в конце 2019 года. Что хочется отметить, то есть, на самом деле, конечно, Макафи, Том Ли это заезженные варианты. Я считаю, что сейчас новый хайпер это, значит, DaVinci, DaVinci 15. Но в отличие от Тома Ли, Макафи, DaVinci 15 там еще майнил биткоины несколько лет назад. И, естественно, мы можем сказать, что DaVinci имеет куда больше авторитет. И, естественно, я считаю, что в какой-то степени да, но все-таки, если мы смотрим на график, а не на DaVinci и не на какие-то хайп новости, которые пытаются запутать людей, то мы видим явный медвежий тренд. На котором, в принципе, заработать только можно на отскоках, на трейдинге, на краткосрочных сделках. Заходить в Bitcoin Long это очень, в принципе, стрессоустойчиво для тех людей, которые ложат сюда последнюю свои котлету. То есть, думают, что да, Bitcoin 3400 это нормальная цена, покупаем на всю котлету, держим года 3-5. Но за года 3, за года 2 биткоин может опуститься и опуститься до 2-х, до 1000 долларов. Что эти люди потом будут делать? Они подумают, так, если Bitcoin опускается, значит, мы его сейчас продаем и в итоге зашортим Bitcoin и купим по 500 долларов 2 биткоина. Так как они за 1000 долларов продали Bitcoin, а себестоимость Bitcoin была, в принципе, 3500 долларов, да, к примеру. И, соответственно, Bitcoin не достигает отметки 500 долларов, идет наверх, и эти люди вдвойне хомячки. Поэтому нужно учитывать, что если нет свободных средств, если вы не можете посмотреть себе Bitcoin, и вы будете над ним труситься, все время смотреть CoinMarketCap, то лучше вообще не покупайте Bitcoin сейчас, просто дождитесь, когда будет более-менее хороший момент. Потому что сейчас, понятное дело, что никто не гарантирует bullrun, и сейчас как-то такого bullrun, да и быть, в принципе, не может. То, что сейчас происходит с Bitcoin, даже не стадия накопления, это просто болтается он между уровней, грубо говоря, 3700 и 3200, который, в принципе, хорошо просматривается, хорошо прослеживается. Не более того. Ну, что хочется отметить, то есть, на данный момент хочется сказать, что, конечно, на криптовалютном рынке сейчас не все так сладко, как хотелось бы. Единственный криптовалютный актив, на который можно, в принципе, посмотреть, это BTT. Растут другие какие-то криптовалюты, но особо ничего интересного не происходит. Какой-то Bitcoin растет 263% дал за последние 24 часа. Ну, хомячкам привет, в принципе, кто забежал в этот криптовалютный актив. Ну, а с вами был CryptoVT. Всем удачи и всем пока.